Тема моей проповеди сегодня называется «Твоя ответственность в причастии». Это уже третья серия. Если вы пропустили первую и вторую, я вам дам небольшой обзор. Мы с вами говорили о том, что первые христиане платили большую цену, рискуя жизнью для того, чтобы участвовать в причастии. На основании Писания мы видим, что верующий человек имеет ответственность, первое, это совершать его заповедь, второе, помнить о его жертве, третье, возвещать смерть Господню, возвещать, что он умер, что он воскрес. И в этом возвещении, связанном вот с этим служением причастия, это целая проповедь Евангелия. Дальше, четвертое, возвещать его второе пришествие, все это взято на основании текста, в которых мы с вами читали. Пятое, участвовать достойно, Писание об этом предупреждает, как это, мы с вами говорили об этом во второй части, вы можете это посмотреть на нашем YouTube-канале. Шестое, участвовать регулярно, это ответственность верующих. И седьмое, рассуждать о теле. Сегодня мы с вами поговорим именно о седьмом пункте, это уже будет третья часть. Итак, читаем вместе с вами 1 Коринфянам, 11 глава, 29 стих. Итак, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Сначала хотел бы всем напомнить, что Писание очень скрупулезно относится к служению причастия. Писание предупреждает верующих, что есть правильный подход, есть неправильный подход, есть риски, опасность, как участвовать в служении причастия. Служение причастия включает в себя очень важные духовные процессы, которые иногда люди, может быть, не до конца оценивают. И сегодня мы с вами поговорим из прочитанного. Мы уже поняли, что Писание предупреждает нас, и здесь главный вопрос, что значит рассуждать о теле Господнем. Как это на практике? Что должен делать верующий? И вот здесь, друзья, мы имеем три значения, что значит рассуждать о теле. И мы о каждом из них подробно поговорим. Три пункта у вас на экране. Итак, первое значение – это значит размышлять о страданиях Христа. Второе значение, что значит размышлять о теле – это заботиться о нуждах людей. И третье – это практикуй прощение. О всех этих пунктах давайте мы сразу по порядку. Итак, первое – размышляй о страданиях Христа. Наверное, друзья, важно обратить внимание на первую часть стиха, где было сказано, что, возможно, участие недостойно, если можно вернуться к этому тексту, недостойно или, по-другому, неправильно, перед тем, как мы принимаем хлеб. А вопрос, а как правильно? А правильно здесь написано. Правильно – это рассуждать о теле. И вопрос, а что значит рассуждать? Вот здесь давайте мы копнем чуть глубже. Слово «рассуждать», если вы знаете английский язык, там используется слово, которое более точнее или ближе к оригинальному переводу. В английской Библии используется слово «discerning». Что в переводе значит различайте, определяйте, осознавайте. И здесь, друзья, важно взять исторический контекст. Когда послание Коринфянам было написано, это было раннее христианство. И когда собирались верующие, в то время не было таких мега-церквей, были маленькие домашние группы. И почти каждый раз, когда верующие собирались, у них был общий обед. И во время этого обеда, то есть служения, обед, и частью этого было служение, причастие или вечеря Господня. И вот там вот люди запутывались. Разницу не могли сделать между хлебом физическим, булочкой какой-то, которую они там кушали, и между хлебом, который был представлен как святыня, символизируя тело Христова. И апостол Павел их обличает, если вы помните, в 1 Коринфянам 11, 20, о том он говорит, что это вообще нельзя назвать вечерей Господней. У вас там как будто какая-то пирушка, как будто какая-то там пари. Вы там как бы, помните, там, вы напиваетесь, вы там вообще, вы не поняли смысл. Вот почему Павел обращает внимание, используя вот это слово discern, различайте, по-русски рассуждайте. Смотрите, новый перевод написано, осознавайте значение тела Господня. Поэтому, друзья, вот это вот вступление важно. А дальше мы идем по порядку, и мы с вами сказали, что первое значение, что значит рассуждать о теле, это значит думать о его физическом теле, которое было принесено в жертву за наши грехи. То есть, как Христос пострадал мученической смертью. Его не просто казнили, его не просто убили, но это сделали медленно, сделали очень искусно, издеваясь над ним. И вот именно об этом Писание призывает нас, что когда мы говорим, рассуждайте о теле Господнем, это тело пересекается вот в нашем контексте, что хлеб это символ тела моего за вас, которое было ломимо, разодрано, прибито, окровавлено. И вот Писание призывает верующих, вы вот об этом думаете. Вы не просто проглатываете этот кусочек хлеба, а вы над этим размышляете. Какою ценою было куплено твое спасение, твое прощение. Это, наверное, единственная цена, которую люди не готовы платить. Деньгами не все готовы платить, но кровью это, наверное, самый высокий стандарт. Именно вот этой ценою куплены люди. Именно об этом Писание призывает. Размышляйте о теле, как о жертве, о той казни за тебя, какой ценой это было сделано. Еще подтверждение этой мысли, что нас приглашают к размышлению о физическом страдании Христа, подтверждается евреям 12 глава, 3 стих. Написано. Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Новый перевод. Мне всегда нравится, когда мы изучаем Писание, читать разные переводы, на разных языках. Это вам всегда раскрывает намного больше. Вот это послание, смысл текста. Это просто обогащает нас. Там написано. Размышляйте о том, кто вы не столько вражды, злости, мести, гнева. И это поможет вам не ослабеть и не упасть духом. Вы когда-нибудь замечали? Читая эти тексты, независимо от переводов, что это поможет вам. А первоначальная идея кажется, ну как бы сострадайте Христу, чтобы вам было Его жалко, вот Его пожалейте, о Нем подумайте. Нет, нет, нет. Нет, у Христа идея совсем как бы не эгоистична или не селфиш. Не просто меня пожалейте. Это вам поможет. А теперь давайте как бы по порядку разоберемся. Во-первых, написано. Помыслите о претерпевшем. Претерпевшем, пострадавшем. То есть, естественно, о Иисусе Христе. Дальше. Важно помнить, насколько это было несправедливо. Вот когда нас в жизни где-то трогают, обижают, нас всегда мучает вопрос. Это так несправедливо. Я же не заслужил. И вот это вот несправедливое, вот это чувство, что со мной так поступили, меня это мучает. Меня это просто угнетает, лишает радости, лишает всякой жизни. Я просто как бы сам как бы в темноте, в мраке. И вот это вот, вот эту несправедливость всю, которую мы к себе относим, Библия говорит, открывает нам глаза. Что Библия говорит, что все согрешили, включая меня и тебя. Хоть в какой-то мере ты виноват где-то, в каком-то проценте, без разницы. А здесь Христос полностью не виноват. Совершенно полностью праведник и праведника казнили. И Писание призывает нас вот именно на это обратить внимание. А еще интересно, что, если вы знаете английский язык, там написано в одном из переводов, что сравни свое страдание со страданием Христа. В принципе, эта же идея написана и в синодальном переводе, просто мы как бы ее там не видим. Но в английском, вы там читаете, там вот написано, consider in comparison with your trials. Получается, значит, вот у тебя проблемы, у тебя боль, тебе обидели или скорби разные, земные. И Христос призывает нас через вот этот текст. А теперь возьми и сравни это со страданием Христа. И ты думаешь, ну а какой смысл как бы этого сравнения? Смысл в том, как бы, что иногда нас даже пальцем не тронули. Иногда нас просто как бы словесно обидели, задели, не уважили, не поблагодарили. И нас уже это раздувает. Мы просто взрываемся, мы теряем весь мир и покой. А Христа, Его и морально, и эмоционально, и словесно, и слюни не жалели, и просто убили, прибили, порвали, повесили. Вот эта вот идея, сравни свое и сравни Христа. Но в чем же смысл этого? Что когда ты это сравниваешь, это не просто как бы, ну, ради упражнений таких, чтобы быть занятым. А смысл в конце стиха раскрывается. Когда ты сравниваешь свое положение, свои страдания, со страданиями Христа, то тебя духовно это обновляет. Для тебя это становится духовной поддержкой. И вот там написано, помните, чтобы, зачем это делать? Зачем размышлять о потерпевшем, пострадавшем? Чтобы вам не изнемочь, чтобы вам не ослабеть как? Не просто физически, духом, душею вашей, чтобы у вас дух не упал. Какие духовные процессы? Как это работает? Неужели это вообще какую-то пользу мне принесет? Вы знаете, друзья, что есть вот такие моменты, когда можно Библию читать, можно Библию знать, но только повиновение Божьему Слову делает разницу. И только повиновение Слову делает тебя истинным учеником Христа. Не даже знания, потому что дьявол тоже знал кое-что, что в Библии написано. И бесы тоже веруют, но только повиновение Слову. И вот когда ты смотришь на этот текст Писания, ты его не до конца понимаешь. Для тебя он, кажется, ну, не знаю, с какой стороны его применять, но ты своей верой. Ведь ты как верующий человек, ты движим, мы движим и то, что нам говорит Писание. Ты берешь и применяешь этот текст в своей жизни, и вот только повиновение может иметь воздействие, может иметь вот этот духовный процесс, который на пальцах не объяснить. Он происходит в твоей жизни. А теперь практический пример. У нас был гость, преподаватель Павел Жилноваков, если кто помнит, пастор из России. Возможно, я неправильно передам эту всю его историю, но он рассказывал примерно так, что он когда-то получил большую травму позвоночника. И у него глаз один тоже пострадал, по-моему, он не совсем работает. И вот он говорит, он был в такой боли, в агонии, наверное, не знаю, когда вот бывает, знаете, вот пот выступает, и ты не можешь двигаться, тебе как бы, ну, просто сильно больно, не просто чуть-чуть, и не просто короткий срок, а это вот длится, длится, и ты никак не можешь этот позвоночник как-то выровнять или заглушить эту боль. И вот он делится историей, когда он однажды лежит, не знаю, не помню детали где, и он говорит, у меня такая боль в позвоночнике, вот кто страдал спиной, может быть, может примерно понимать, он говорит, я не могу ничего, ничего не могу. Я не могу ни рукой подвинуть, ни ногой, я не могу встать, я не могу ничего сделать, и я даже от боли не могу говорить, но я одно могу, я могу думать. Вот здесь там написано, помыслите о претерпевшем. И он говорит, как верующий человек, я вспоминаю этот текст, и я, говорит, начинаю о нем думать. Вот как здесь написано, я начинаю думать о Христе, о его страданиях. И дальше, не знаю как, не знаю, как я сказал, как это на пальцах нарисовать, но атмосфера меняется, атмосфера меняется в воздухе, в комнате, самое главное, внутри. Вот это, друзья, процессы, которые люди пережили, которые делятся с нами. Вот что я сейчас к тому, что повиновение слову иногда внутри нас производит очень важные духовные процессы, которые нам на пользу, чтобы твой дух не ослабел. Главная идея, друзья, в том, чтобы фокус убрать с себя. Просмотрите на этот текст под другим ракурсом. Христос говорит, когда тебе обидно, когда тебе больно, когда тебе трудно, и ты жалуешься, ты задыхаешься от саможалости, убирай фокус с себя, и куда? Куда? На Христа. Вот пока на Христа будешь смотреть, будешь идти по воде, только фокус убрал, потонул. Вот пока на себе фокусируешься, на своих проблемах, тонешь, задыхаешься, снова на Христа фокус. И когда фокусируешься по мысли, то есть мысли, помните, у нас была тема обновления ума, мысли фильтруй, перенаправляй. Не о себе, не квашься в этом, а на Христа направляй. И это тебе поможет, твоему духу. Мне прислали картинку вот недавно в интернете, она выглядит примерно так, вот когда мы сидим и жалуемся, и рассказываем Христу, как у нас больно, и как у нас все плохо, и вот оно, пожалуйста, включите, эту картинку. Вот примерно типа вот так. Христос сидит такой окровавленный, там уже, наверное, ели, а мы рассказываем, как у нас, как бы нас, ты же знаешь, она мне сказала, вот и как бы у нас там куча таких как бы аргументов. Фокус, убирай себя, и сразу как бы все меняется. Поэтому, друзья, важно помнить, Писание призывает нас, фокусируйся на жертву Христа. Это всегда обновляет человека внутри, если фокусируйся на то, что я жертва, тебя задушит это мышление. Называется victim mentality. Мышление, что я жертва, она тебя просто раздавит. Если Христос жертва, вот это тебя окрыляет. Вот это то, что Писание нам говорит. Итак, первый пункт, что значит размышление, рассуждать о теле Господнем, фокусируйся на вот этой жертве Христа, физической жертве. Второй пункт, значение заботиться о нуждающихся. Справедливый вопрос, откуда ты взял такую идею? Почему мы решили, я решил, что вот заботиться о нуждающихся, это значит рассуждать о теле. Читаем с вами тот же текст, 1 Коринфянам 11, 29. Написано, кто есть и пьет недостойно, не рассуждает о теле Господнем. И нам сейчас наша задача узнать, каково значение слова тело. Что это значит? Ведь тело, ну какое это тело? Что это? Мы с вами уже увидели, что есть физическое тело. Это вариант. А теперь давайте мы с вами обратимся к номерам стронга. Кто в церкви у нас уже давно, вы помните, мы имели этот урок, где мы рассказывали о том, что номер стронга, каждое слово в Библии имеет цифру. И эта цифра нас возвращает или помогает нам узнать оригинальные значения слова и узнать, где еще в Библии встречаются это же слово, возможно, в других историях, которые помогают нам раскрыть контекст. И вот мы берем это слово под номером 49, 83 тела. И видите, мы сейчас находимся 1 Коринфянам 11 глава. Перекидываем страничку, оказываемся в 12 главе. То есть мы идем по контексту и узнаем, что в этом контексте нам открывается еще одно значение, где написано 1 Коринфянам 12, 25. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». И дальше. «Вы тело, вы тело Христово, а порознь члены». И вот здесь важная деталь, что слово «тело» имеет тот же номер стронга 49, 83. То же самое слово было употребляемо, когда Христос сказал «недостойно, не рассуждая о теле». А сегодня мы с вами открыли это значение, что тело – это не только физическое тело, которое было прибито ко Христу, а это еще и тело, которое здесь названо «вы», люди, верующие, братья и сестры, которые объединил Христос всех в одну церковь и назвал телом. Так вот, вы, люди, это и есть тоже тело. И когда в Писании мы слышим «принимаете, не рассуждая о теле», это значит, что мы о людях не думаем и о людях не заботимся, а просто принимаем. А там написано «не рассуждая о теле». И здесь вот интересно так написано еще, что чтобы все члены одинаково заботились друг о друге. Я когда этот стих прочитал, мне так легче стало. всю жизнь как-то думал, что я должен за всех заботиться сам. А тут прочитал «все члены одинаково». Я думаю, дай проверю еще один перевод. «All the members care for each other». Еще один перевод, еще один язык, одно и то же. «Все». Вау. Вы обрадовались? Или только я? «Все». Все члены одинаково, чтобы заботились друг о друге. Хочу еще, друзья, подчеркнуть вот эту мысль, что смерть Христа дала рождение телу, то есть церкви. До Христа, до Его смерти и воскресения не было церкви. А вот после образовалось вот это христианство, зародилась церковь. И вот это, друзья, важно увидеть, что смерть Христа она ведет всех верующих в комьюнити, в общество. Людям сегодня, некоторым хочется убежать из общества, потому что там иногда обижают, там есть лицемеры, там обманщики, там какой-то фальшивый верующий, одно название, а там еще кого-то обидели, и человеку хочется убежать, изолироваться. А Христос говорит, если вы хотите быть частью вот этого, то только вместе, только в обществе. И вот эта идея вечерей Господней всегда всех собирает, так, обиженных, больных, хромых, крутых, всех-всех-всех сюда, все-все-все сюда, все так под одну линию, все на один уровень, и всех вот мы объединяем в вечерю Господню. Вот это тело, вот это общность, вот это идея церкви. Христос сказал, я создам церковь. И вот, друзья, Он всех верующих, уверовавших Христа, называет телом. Поэтому пьете, не рассуждая, не кушаете, не рассуждая о теле, теперь мы уже понимаем, что значит, о ближних, ну хотя бы во время причастия нужно думать. Понятно, что лучше или правильнее это делать чаще, но здесь обязывает Писание. И здесь, друзья, какой же смысл вот этого значения, сравнения, тела, как организма, почему эту идею Христос предлагает? Потому что ты можешь быть живой духовно, только если ты принадлежишь телу, если ты принадлежишь церкви, поместной церкви, не вселенской. Я знаю эти популярные идеи, вселенской церкви человек принадлежит. Нигде, никак, ни с кем, ни под кем, никакой подотчетности. Это называется такой духовный туризм, одиночка как бы. Нет, идея вот, в церкви все вместе приходят, и ты принадлежишь. Написано в Писании, что кто посажен, помните, насажденные в доме Господнем, что они делают? Громче. Цветут, но это называется растение не перекати поле. Есть такое растение, да, но знаете, сегодня тут, завтра там, а это насажденные. Это то есть они где-то в одном огороде, они поместны, они принадлежат церкви. Вот идея Христа, что мы община, община вместе. И это также еще значит, что у каждого есть функция. Если ты в правильном духовном состоянии, ты живешь жизнью церкви, ты участвуешь жизнью церкви, ты работаешь на пользу тела, ты получаешь жизнь от тела, сок, кровь, но ты также и отдаешь, если ты здоровый орган. Правда, бывают больные органы, мы же их тоже не всегда сразу отрезаем, мы их как-то тоже в себе как бы стараемся, чтобы они как-то подтянулись, лечим их. Но бывает, что человек духовно уже много, десятки лет просто никакой отдачи. Приходит, принимает, берет все, что может, высасывает с организма, но ничего туда не дает. И Писание говорит, не рассуждаете о теле, а рассуждаете только о себе. А здесь идея другая. Поэтому, друзья, просто ходить в церковь это не смысл христианства. Правильно сделать, что пришел. Но смысл намного глубже. И Писание призывает людей к служению в разных сезонах и даже во время скорби. Потому что ты тело. А тело обязательно приносит пользу друг другу. Римлянам 12, 11 стих написано, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Читаю новый перевод. Не ленись в служении Богу. Какое вам больше нравится? Не ленись в служении Богу, но будьте ревностны и усердны. Проявляйте терпение в беде. В синодальном написано в скорби. В скорби. И дальше помогайте Божьим людям в их нуждах и будьте гостеприимны. Вообще вся глава Римлянам 12 она призывает людей к жертве. К жертве, если вы почитаете контекст. А вот мне интересно, что значит духом пламенейте? Духом пламенейте! Это значит громко молитесь? А читайте дальше, там прямо оно там объясняется. Духом пламенейте Господу служите. А в новом переводе более так конкретно не ленись в служении. А можно так, типа, я там горю, там fire God, там у меня такой огонь. А где он в среду? А где он там у больных, у нуждающихся? Что-то там он не сильно, там больше дыма, чем огня. И вот мы разобрались как бы духом пламенейте. Так все звучит круто и духовно. А еще, друзья, что интересно, что в скорби. Я вот знаю, что нам иногда модно говорить, что я вот не служу, потому что у меня сезон такой. Знакомо такое, да? И это правда бывает. Я сочувствую, что бывают такие исключения. Но проблема в том, что когда этот сезон уже пять лет длится, знаете, сезоны, как они меняются, как Бог устроил, да? Знаете, да? Сколько там? Три-четыре месяца и новый сезон. А тут как бы уже пять лет, а один и тот же сезон. Я не служу и не служу и не служу. Сезон. Нет, нет, не тот, не в тот сезон застрял, попал. Они должны как-то меняться. И вот здесь написано в скорби, в скорби, будьте терпеливы. И кто-то, наверное, хочет сказать вот это про меня. Вот почему я не служу, вот почему я как бы в теле только принимаю, ничего не приношу, потому что я вот как раз в этом сезоне в скорби, в беде. Хорошо. Читай дальше. Прямо дальше читай. В скорби, будьте терпеливы. В нуждах святых принимайте участие. В одном и том же стихе. В скорби и в нуждах. Воу! Так как это? В беде? Помогайте людям. В беде? Если не будешь помогать людям в своей беде, задохнешься от саможалости. Задохнешься просто от саможалости и разорвет вот этот victim mentality. Мне так все несправедливо, так плохо, вот мне и не посетили, не позвонили, не помогли как бы. Вот я нуждаюсь, я в проблеме, я больной, я что угодно. Но если ты, я помню всегда вот как одна бабушка была парализована, там не могла ходить, не помню детали, текст месседжи отправляла, вдохновляла других людей. Воу! Служение! Вот вам скорби. Если человек этой идеей понимает, что ты тело, ты хоть какую-то можешь приносить маленькую частичку, тогда ты здоровый орган, ты функционируешь, ты в теле. И написано принимайте участие в нуждах. А это относится к кому? К телу, к телу верующих людей. Поэтому, друзья, призыв Евангелия отвергни себя, распни себя. Да, это христианство, где просто выдавливается из тебя всякий эгоизм и вот эта самоцентричность, самолюбие, которое иногда нас очаровывает. Вот оно все оттуда вытесняется. Вот это призыв Евангелия. Живи для себя, это противоречит духу Евангелия. Это уже другая идеология. А дух Евангелия, ты в теле, значит ты, как написано, помните, мы с вами читали, каждый, все, одинаково написано, служат друг другу. Я стал спросить вопрос, когда? Это было последний раз в моей жизни. Матфея 25 написано, 35 стих, слова Христа. Я алкал, вы дали мне есть. Я был болен, вы посетили меня. Истинно говорю вам, то, что вы сделали одному из малых сих, сделали мне. Христос, вот это служение милосердия, простые вещи, накорми, посети, помоги, финансово, морально, физически, поддержи. Сделай это в теле людям. И Христос возводит это к рангу то же самое, что мне сделали. Кажется, настолько, ну, Господи, неужели? Это важно, не пропустить эту деталь, потому что, если ты уже людям пробовал делать добро, получалось иногда от людей получать взамен зло, разочарования приходили, ты им добро, а взамен никакой благодарности, такая наглость, еще и тебя еще в чем-то обвиняют. Ты думаешь, ну, то надо, мне сто лет, я тут им добро плачу, жертвую, а Христос говорит, ты не им, как мне. Вот то, что ты им делал, ты как будто мне делал. Писание напоминает все, что не делаете. Помните? Все делаете, как? для Господа, запятая, не для человека. Если для человека, разочаруешься, или уже разочаровался. Вот почему Писание говорит, сделали мне. Поэтому, если ты делаешь, всегда помни, делай это, как для Господа. И вы знаете, что Писание призывает нас, верующих, это делать. А у меня вопрос, когда? Вот за последний год, не надо руки поднимать. За последний год, кто посетил кого-то из больных, нуждающихся, или послужил кому-то в нашей церкви, не считая ваших родственников и друзей, или кто смотрит онлайн в вашей церкви, вот вы часть тела, за год вы кого-нибудь больного посетили, не надо вслух рассказывать, просто себе. И вот здесь, друзья, нам это напоминает. Берем внимание, рассуждая о теле, и ты сам себе рассудил, что за год никого больного не посетил. Тело это люди, тело это твои братья и сестры, тело это церковь. И здесь у нас уже такой вопросик появляется, а что же мне тогда дальше делать? это хороший вопрос. Сначала нужно признать, а потом дальше исправлять. И здесь я понимаю, что когда мы взрослые это не делаем, то как вы думаете, будут это делать наши дети? Что будет с нашим поколением через 20 лет, если мы никогда за свои 20 лет не брали детей с собой на посещение больных? я попробовал, взял свою дочку на посещение и скажу вам вот что, какой вывод, что чем старше ваши дети становятся, чем труднее вам их взять на посещение. А если они у вас уже тинейджеры, good luck, взять их на посещение и сказать мой любимый подросток пойдем на посещение старушки больной, it's gonna be so much fun. You know it's all about fun, right? We're fun-driven generation. Попробуйте вот со своим подростком фокус сделать. It's gonna be so much fun. Пойдем. И знаете, какой вывод мы делаем? Опоздали. опоздали. Надо было чуть раньше их брать. Когда они такие, о, папа с тобой куда угодно, на посещение. А когда уже пойдем на посещение, what? 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 What do you mean? Уже поняли, да? Все, поезд уехал. А он же потом тоже будет телом. Какой орган из него получится? надо же тоже хочется, чтобы он функционировал как-то. Чтобы он тоже был живым в теле. Поэтому нужно же на себя брать какую-то ответственность, рассуждая о теле, брать, практиковать. Потому что, вы знаете, бывает такое, что я вот только рассуждаю и все. Сидит на стуле часами, годами, одно рассуждает. Хорошо. Рассуждать, а потом практиковать. А то так можно всю жизнь рассуждать. Ногу на ногу и все, и рассуждаешь. Поэтому, друзья, Писание призывает нас к действию. Последняя мысль, что значит рассуждать о теле, это практиковать прощение. Откуда эта идея? Почему это связано с рассуждением о теле? Я скажу. Потому что причастие всегда напоминает человеку о прощении. Всегда. Это главная тема. Причастие всегда напоминает тематику прощения. Вот почему рассуждение о теле Христовом всегда вот эта тема. Читаем 1 Коринфянам 11, 29 до 30 стиха. Не рассуждая о теле Господнем и дальше внимание. Оттого многие из вас немощны и больны. Читаем новый перевод. Там написано «Кто есть и пьет недостойно или не придавая значения верующим, которые являются телом Господнем». Наверное, уже яснее некуда. рассуждая о теле Господнем, то есть не учитывая, не думая о верующих, не думая о их нуждах, потому что у меня своих проблем выше крыши. Я сфокусирован на себе, не придавая значения. Итак, друзья, мы уже с вами поговорили о том, что значение рассуждать о теле физическом, пострадавшим, значение второе это тело Христово, как мы люди, и третье прощения, идея прощения. Вы знаете, друзья, что в этом тексте видно еще одна такая деталь, что в одном коротком отрывке идет тема служения причастия, дальше отношения между людьми, рассуждения о теле, мы уже поняли, что такое о теле рассуждать, это о людях заботиться, думать, и дальше написано от того многие немощны и больны. Вы никогда не задумывались, почему это все вот так связано в одном стихе? не рассуждаете о теле, от того многие немощны и больны. Интересно очень, очень интересная идея, неужели, хочу вначале как бы сказать важную деталь, неправильно думать, что все больные люди болеют из-за того, что они недостойно участвовали в причастии. Это не стоит так думать. Люди могут болеть по разным миллион причин, но одна из них, как один из вариантов, написана в этом тексте. Не рассуждая о теле, и вот многие в состоянии физическом. Интересно, друзья, что физическое состояние может быть связано с духовным. Или по-другому твое физическое положение, состояние связано иногда, возможно, с твоим духовным состоянием. И твое духовное состояние влияет и на физическое. И здесь, друзья, снова причастие возвращает людей на тему отношений с людьми. причастие всегда возвращает людей, не просто такой обрядом сделаем, споем такие песни благодарственные, нет, 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 возвращает тебя к идее отношений с людьми. Это церковь, это тело, это идея Христа. Вот моя смерть, это плод, результат этой общины. И я вас возвращаю в эту общину, где мы учимся терпению, прощению, учимся, служению. Христос как бы разрушает всю эту идею эгоизма, плоти. Но нам так просто хочется соблюсти обряд, вот просто Господу спеть какую-то хорошую песню. А Христос говорит, нет, нет, отношения. Главная идея это комьюнери. Песни это хорошо петь, отношения строить труднее. И здесь мы снова недооцениваем важность духовных процессов в нашей жизни. Вы представляете, друзья, мы с вами сейчас проходим четвертую серию. Сколько мы откровений находим в этих текстах, которые связаны только с этой темой вечеря Господня. С вами у нас сегодня только два стиха главных. Сколько там глубины духовных процессов, которые может проходить человек, восстанавливаясь, изменяясь и преображаясь. И вот, друзья, еще хотел бы сказать, что из практики люди, я думаю, вы слышали эти свидетельства, говорят, что иногда человек, который живет вне прощений, может иметь какую-то физическую болезнь. И наоборот, человек, который решил простить, вдруг получает физическое оздоровление. Это не формула, это не всегда, я просто говорю, вот то, что мы читаем, что для кого-то это ответ. Поэтому, друзья, причастие, почему оно возвращает нас к прощению? Я хочу задать вопрос, какая главная цель смерти Христа? Главная цель смерти Христа? Кажется, ну, спасение, но там есть прощение. Это вот нельзя, нельзя как-то обойти. Вот прощение, и если мы это понимаем, то теперь слушаем вот этот вывод. Главный смысл смерти Иисуса на кресте это прощение человечества. А дальше внимание. Этот пример ожидает подобного поведения от его последователей. Вот почему вечеря всегда возвращает к идее прощения и отношений. И так хочется эту вечерю принять где-то там в углу, где-то там в норе, чтобы никого там кого-то хоть не увидеть, руку не подать. А Христос говорит, нет, 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 к столу, там придется руку подавать. прощение. Прощение пример Христа ожидает подобного поведения от его последователей. Если человек прощает, значит он понял жертву Христа. Понял, что ему прощено больше. Матфея 5,23 написано «Оставь там твой дар, пойди прежде примирись с братом, тогда приходи и принеси твой дар». Представьте себе, чтобы мы этот текст Писания читали в церкви каждый раз перед сбором пожертвований добровольных. Как вы думаете, как бы ты отразилась на бюджет? Сколько бы людей бы пошли назад? Господь, я вот, Господь, ты же знаешь меня. Я для тебя, Господи, ну, там, приготовил нормальную сумму. Вы же знаете, даже бандиты откупаются перед Богом, знаете, да? Там свечки ставят, все как бы, совесть оно как-то успокаивает. А Бог говорит, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вожи руку в карман. Чего? Иди. Звони, пиши, примиряйся. А потом приходи. Смотришь, не пришел. Раз, минус, второй, минус, третий, минус. Собираем, а смотришь, так там, десять человек так с дерзновением положили. Господи, я тут пришел, я тут тебе так спою сейчас, аллилуйя, две руки подниму. Опускай, 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 обе. Иди. Господи, так я же тут в храме, я в церкви, у меня, ладно там люди, главное у меня с тобой, Господи, все правильно. false theology, ложное, ложное учение. У меня главное с Богом все в порядке. Не, это не учение Христа. Людей надо любить. Вот это христианство. Вот почему оно такое глубокое, поверхностное, оно там не задерживается. Оно там не может прорасти. Оно глубокое. Послушание его слову, вот что приносит изменения. Информация, это не значит трансформация. Только послушание слову. И вот наши все вот эти намерения к Богу. Представьте, человек это постигло в церкви, написано в храме, да, вот перед жертвенником, встал, пришел в храм, кажется, ну что, что, ну от Бога только его не ожидал. Все смотрят на него, такой духовный, в храм пришел, а как одет, ну вообще. Кажется, ну молодец. А какие у него просто жесты правильные им. А Христос говорит, стоп, стоп, паузу, паузу, паузу. Так раз, прямо в корень. На разворот, иди, вернешься. Community. Community. Отношения. За стол приглашают. Отношения. Отношения. Поэтому, друзья, смысл христианской жизни не в обрядах и не в дарах, а в отношениях. Девиз нашей церкви, если кто знает, it's all about relationship. Relationship с Богом и отношения с людьми. Горизонталь, вертикаль, крест. Вот смысл. И последнее место перед нашей молитвой Римлянам 12.18. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя. Дайте место гневу или суду Божьему. Меня поражает вот этот текст со всеми. У вас же есть там имя в голове? Ну, со всеми можно, ну, с ним, ну. Со всеми. Думаю, да, неправильный перевод, раз в английский. Со всеми. Со всеми. Со всеми. Вау. Вот это христианство. Как оно выдавливает до последнего вот этого миллиметра эгоизм, самолюбие, горечь, все выкручивает. Распинай себя. Иногда, кажется, легче жить по Старому Завету. Знаешь, там зуб за зуб, глаз за глаз, там, убей. А тут Христос накорми врага. Вот оно, христианство. Служи, вы, члены, друг другу, помогайте. Не живите эгоистичной жизнью. Сегодня мы такие все занятые. А приходим, причастие постоянно принимаем. А тут написано, не рассуждайте о теле. Только о себе рассуждаете. А почему написано, если возможно, с вашей стороны, то будьте в мире. Есть идеи? Почему? Если возможно. значит, невозможно со всеми быть в мире. Вы когда-нибудь соприкасались с человеком, который в гневе, в ярости, сильно на вас обижен, на тебя. Так, громко, а потом быстро, а потом громче, а потом еще быстрее. И ты так уже, вроде бы, и уже понял, что ты виноват. Уже понял, уже согласился. И ты ему там хочешь вставить где-то там прости, сори. И так убегаешь и просишь прощения. Встречалась такая ситуация? Более безопаснее, наверное, текстануть, чтобы не догнали. И ты как бы вроде попросил прощения, но ты как? Мне твои сори не надо, мне твои прощения не надо, ты то и то и то сделал, ты меня так обидел, и ты, кажется, и все громче и громче, не надо мне твое. И человек так растерялся. А как же, как же решить конфликт? Что же сделать? Как выйти? Я ему сказал, он меня отправил, я ему написал, он меня проигнорировал, я ему руку протянул, он меня дал почувствовать, что я ничтожество. И ты думаешь, а как еще решать? Вот почему в Писании написано, если возможно, с твоей стороны сделай все, чтобы сказать прости. А с другой стороны ты за это не несешь ответственность. Не все люди захотят простить. Не все люди захотят покрыть и отпустить. Многие люди выбирают жить в гневе, в обиде, не хотят восстанавливать отношения. Это очень громко сказано. даже сам Бог не может человека заставить. Он предлагает человеку, он говорит о его грехах, о спасении, но человек отвергает Божье прощение, отвергает отношения с Богом. Вы думаете, он с вами не сможет отвергнуть? не сможет если ты знаешь, что тебе кому-то надо сказать прости, даже если это если, если я чем тебя обидел, прости, но взамен не получил прощения, с дерзновением участвуй. но помни, там написано по-английски as much as it depends on you, но все, что зависит от тебя, убедись в том, что ты сделал. Когда-то мой отец говорил, прощение просит не тот, кто обязательно виновен, а тот, кто дорожит отношениями. Прощение просит не тот, кто обязательно виноват. Он просто выбирает путь смирения и он дорожит отношениями. Поэтому, друзья, три значения, итог на экране, что значит рассуждая о теле Господнем. Сегодня мы это будем практиковать. Первое, перед тем, как вы будете брать этот кусочек хлеба, вы размышляете о страданиях Христа. Ты лично. Второе, ты размышляешь о людях в твоей церкви, о нуждах, и ты, как член тела, заботишься о них. А сегодня, возможно, каешься и говоришь, Христос никогда так не думал, никогда не рассуждал, за год никого не посетил, ничего не сделал, живу своих проблем выше крыши, все только на себе сфокусировано. А Библия предупреждает, рассуждайте о теле. Вы тело Христова, а порознь члены. И последнее, практикуй прощение. Практикуй, не только рассуждай, практикуй. Это то, что моделировал для нас Христос. Если Он твой Господь, твой Учитель, то Ты Его копируй во всем. И прощение это основная тематика, потому что в основе всего это отношения. Пусть Бог благословит вас, друзья, чтобы мы участвовали в служении и причастии достойно, не просто убегали домой, а исправляли отношения, анализировали, исправляли, просили и принимали с дерзновением. Аминь.